За его природной формой. Вы как придумали? Не я придумал, сама природа придумала. Она же сама по себе красива. Всё, что не есть, всё, что не есть в природе. Можжевельник, вот посмотрите какой он, посмотрите на его структуру. Мы с семьёй часто ходили на природу. Смотришь, красиво растёт дерево. Можно из этого сделать вот так. Можно, как бы подчёркивая ту саму красоту самого дерева, и вот что получается. Ну что, белые ходят первыми? Ну, давайте попробуем. Я боюсь проиграть. Теперь мой ход. Скажите, вы где учились столярному мастерству? Вы знаете, сложно вам сказать, я учился столярному мастерству. Как-то оно пришло само по себе. Образование как такое я учился уже впоследствии, когда было своё производство. Вот производство, сколько людей у вас работают на производстве? 18 на сегодняшний день. Вы по-прежнему что-то делаете, только руководите? Да, самостоятельно. Если бы я не делал сам, я бы не смог людям донести, как это надо сделать. Я делаю только то, как, ну, своё видение. Как бы это смотрелось. Ну, дальше ваш ход. Да, мой ход. Скажите, вы комбинируете породы дерева как-то хаотично, или там есть какие-то правила? Скажем, скомбинировать мягкую древесину с плотной невозможно. Есть какие-то определённые правила, есть какие-то нормы, как бы что можно с чем сочетать. Если брать, скажем, можжевельники с сосной, ну, его просто никак, сочетания не будет никакого. Надо, чтобы были плотные породы древесины. Я не знаю, откуда это всё берётся. Просто я его вижу таким, каким я его вижу. Я могу сходить на выставку, черпаю, откуда это всё дело. Не знаю, можно просто гулять собачками и представить себе какую-то картину. Прийти и зарисовать её. Ну, никогда не получалось так, чтобы вот та, которая была картинка зарисована, её повторить. И ни одна картина не имеет своего повторения. Каждая сделана... Ну, аналогов нет. Она сделана вот в единственном экземпляре. Кстати, о картинах. Они выглядят очень интересными и необычными. Но кажется, что вот у вас осталось что-то на производстве, какие-то красивые фрагменты и детали, и вы их собрали в панно. Мне вот кажется, что я могла бы, ну, не повторить, но попробовать сделать такую же. Насколько это сложно? Ну, в первую очередь, это должно быть терпением. Это чем надо обзавестись, это в первую очередь терпением и вдохновением. Если вы хотите сделать такую картину, к этому надо настроиться. Ну, мне достаточно собрать несколько разных веток, корень, чего-то еще, и складывать их в хаотичном порядке. И так оно рождается? Или изначально у вас есть эскиз, вы знаете, что будет? Нет эскиза. Всегда есть любая картина, любая картина начинается с ее рамки. Но, судя по всему, лошади, медведи и носороги вряд ли прям появились стихийно. Они появились действительно все стихийно, потому что любая моя картина, скажем, она начинается всегда с рамки. Вот когда сделана рамка, эту картину, вот потом начинают зарождаться какие-то мысли, что там должно быть, что мы видим, что бы я хотел увидеть на сегодняшний день. И только так они появляются. Вот этот носорог появился абсолютно случайно на картине. Здесь вместо этого носорога должны быть такие взлетающие лебеди. Но остался кусочек большой липы, и это из корня липы сделан этот носорог. И надо было ему найти применение. А лебедей нечего было вырезать. Эта картина делалась практически полтора года. Вот это. А на самом деле как это происходит? Вы сколько-то собрали, а потом к этому возвращаетесь? А потом к этому возвращаюсь. Так как шахматная партия. Так, шахматная партия. Да, следующий ваш ход. Да, шах. Вау. Ой-ой-ой, мне уже этого надо бояться. Давайте сделаем вот так, и мы спрячемся от этого шаха. Вы удачно защитились. Хочется посмотреть, где делают такую красоту, и увидеть производство. А в шахматы потом доиграем. Да, ход остается за вами. Ремонт без драмы и общаемся с подписчиками. Подписывайтесь на ТНомер в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или Одноклассниках. И вы не пропустите любимые передачи, сможете участвовать в конкурсах и получать призы, поделиться своим мнением или задать вопрос. Вместе мы создадим лучшие сообщества о дизайне и ремонте. Встречаемся на ТНомер. Пни – великолепный материал для того, чтобы создать уникальную мебель своими руками. Ведь в природе нет двух одинаковых деревьев. Такая мебель подойдет для интерьера в любом стиле, будь то классика, минимализм или лофт. Если пень окрасит глянцевые или металлические оттенки, то даже хай-тек может органично вместить такой предмет. Обработанный спил ствола дерева или пенек может стать удобным журнальным столом в гостиной, прикроватной тумбой в спальне, табуретом на кухне или столиком в ванной. Чаще всего в интерьере пень используется именно в роли тумбы или столика. Другая интересная информация о производстве авторской мебели на сайте tnomer.ru На производстве я увидела в основном ванны из дерева и большие купели для бани. В наше время деревянная ванна – это редкость, а ведь прежде, много веков подряд, люди мылись именно в деревянных емкостях. Конечно, современная ванна делается по новым технологиям, и древесину обрабатывают иначе. Что такое термоясень? Это древесина, которая выжарена, скажем, высушена при температуре 180-200 градусов. То есть вы в прямом смысле жарите дерево? Да, в принципе, жарим дерево для того, чтобы у него был цвет, прочность, надежность. Оно прочнее становится, древесина, когда она вот такая вот прожарена. Так, а цвет, а морилку, например, вы не используете? Нет, мы не используем морилку вообще. Для цвета мы просто термируем древесину. Во-первых, это прерогатива очень хорошая, потому что термообработанное дерево, оно легче процентов на 30, все свои свойства оно оставляет, а жидкость из него просто выходит. Под большим давлением пара оно принимает свою форму. А дуб не термо? Дуб не термо, дуб самый обычный. Дуб, который растет на Кавказе. Он высушен просто при такой технологии в три сушки. Ну, доска берется толстая, и при первом этапе сушки мы высушим только наружную оболочку, а внутри он все равно остается влажный. Ну, вот вытягиваем сушилки, даем ему выстояться. И изнутри, из самой древесины опять вся влажность выходит. Идет вторая сушилка. И также третья сушилка. Пока мы не получаем однородную сушку, то бишь, там, 4-6% влажности. Только потом можем его обрабатывать. Но вы все дерево обрабатываете, получается, сами? Всю древесину, которую вы покупаете? Абсолютно. Да, абсолютно. А почему? Не готовят так, как вы делаете? Или у вас все-таки особенности технологии? Для того, чтобы приготовить, мы же знаем, что мы будем делать из этого материала. И под каждую продукцию, под каждое изделие есть своя технология сушки. Для того, чтобы оно вело себя хорошо и для того, чтобы было все замечательно. А насколько важен, вот здесь мы видим, срез довольно красивый? Это только про красоту или очень важно, как по волокнам вдоль волокон? Красота – это хорошо, но оно должно держаться. Оно должно иметь свою форму, чтобы потом в процессе эксплуатации не было никакой деформации. Ну, вы же их склеиваете?